Здравствуйте! Сегодня четверг, 25 января. В нашем ежедневнике мы расскажем о главных событиях, ярких и интересных материалах региональных СМИ и о прогнозе погоды в Пскове на пятницу. Чем заняты кандидаты на пост президента и что происходит на старте избирательной кампании в Псковской области? Надо ли тратить бюджетные миллионы на бесполезные проекты сомнительных НКО? Эти темы сегодня в программе «Сообразим на троих» обсудили ведущие передачи Александр Савенко, Константин Калиниченко и Сергей Васильев. Конечно, НКО, третий сектор, нужно поддерживать. Без поддержки государство он не жизнеспособен. Да, немногие молодцы, сами что-то тянут, но денежка от бюджета им не помешает. Но ключевой вопрос, что именно поддерживать? У нас в регионе более тысячи некоммерческих организаций. Все они хотят, кто-то ведет деятельность, кто-то имитирует, все они хотят денег от государства. Вот здесь государству нужно быть, черт возьми, разборчивым и чистоплотным. О премьере анимационного сериала «Пушкин и Михайловская» сегодня шла речь в прямом эфире программы «Беседка». Это история о том, как Пушкин попал в скучную, как ему сперва думалось, деревню, в ссылку, в неволю. И именно тут, в русской деревне, среди полей, холмов, лесов, говора, песен, книг, с ним произошло какое-то чудо. Подробнее о проекте рассказали генеральный продюсер Игорь Гаврюшкин и композитор Вячеслав Кругликов. Вдохновением послужили картинки Игоря Шеймарданова, очень популярные, на тему деревенской жизни Пушкина, как он проводил свой досуг в ссылке, лишенной всех контактов, в общем, в изоляции. Вот это и послужило толчком. Игорь давно мне предлагал заняться мультфильмом. Я был далек от этой отрасли и считал, что это невозможно. Но потом, когда я понял, что он может рисовать сценки с Пушкиным с закрытыми глазами, вот буквально ему даешь любую тему, и он тут же ее нарисует, я понял, что материал размят настолько, что нужно включаться. Проблему обеспечения льготными лекарственными препаратами и ряд других вопросов обсудили сегодня депутаты Псковского областного собрания на очередной сессии. Спикер областного парламента Александр Котов рассказал в Псковской ленте новостей о принятых решениях, призванных улучшить ситуацию с лекарствами. Корь называют одним из самых заразных инфекционных заболеваний в мире. И псковичам в начале 2024 года пришлось узнать об этом не понаслышке. В конце прошлой недели в Псковской области зафиксировали первые случаи заболевания. Сегодня их стало в два раза больше. Какая участь ожидает контактных после общения с больными корью, и чем нынешняя ситуация аукнется семьям-антипрививочникам, узнавал корреспондент МКА в Пскове. Эта зима оказалась богатой и на морозы, и на колебания температуры. Капризы погоды привели к авариям на сетях ЖКХ. В первые январские дни в региональном центре зафиксировали 75 аварийных ситуаций на сетях водоснабжения, 92 на сетях канализации и 10 утечек на сетях теплоснабжения. Депутаты областного собрания предложили повысить тарифы ЖКХ сразу минимум на 15%. О том, можно ли назвать повышение тарифов в панацеи от всех проблем, и не приведет ли это к тотальному росту неплатежей в программе «Дневной дозор». Дети имеют право ходить в школу по месту регистрации или вдали от него. Однако в последнем случае есть одно «но» – наличие свободных мест, которыми может похвастаться далеко не каждое учреждение. Как легально отправить ребенка на учебу, кто имеет преимущества и льготы, что грозит за поддельную прописку и каких правил советуют придерживаться. Психологи читайте в материале на Псковской ленте новостей. Проект «Псковский торг», рассказывающий о жизни рынков областного центра, на этот раз решил сосредоточиться на площадках, которые можно отнести в условную группу неудачников. Анализ негативного опыта – важная вещь для движения вперед. Так что изучаем причины, по которым не был построен масштабный рынок с катком и с цены на Запсковье, не полетел фермерский рынок в Акваполисе. И пытаемся заглянуть в будущее Магеллана с его возможным перемещением в новую локацию. И о погоде на завтра. В пятницу 26 января днем будет пасмурно – минус 2, минус 3 градуса. Ночью также пасмурно – 3,4 градуса со знаком минус. Ветер переменный, умеренный. На сегодня это все. Я прощаюсь с вами до завтра. Ссылки на все материалы, упомянутые в выпуске, вы найдете в описании под видео. Хорошего вечера и до встречи на ПЛНТВ.